Вот и наступил 2022 год, и в сегодняшнем выпуске Fork the System когда биткоин будет по 100, какого числа скоманется тезер, а самое главное 5, нет, даже 10 монет, которые 100% дадут вам 1000 иксов. Не, вы реально думали, что мы до этого опустимся? Субтитры сделал DimaTorzok и мы, конечно же, с радостью удовлетворим ваше любопытство. Сегодня мы детально рассмотрим безусловные тренды 2022 года. Первый безусловный тренд 2022 года – это NFT. В этом году появится огромное количество платформ, которые будут позволять как создавать, так и торговать NFT. И эти платформы будут бороться за пользователей, предлагая им различный функционал. Что нужно пользователю? Такому, как я или вы, нам необходима платформа, которая даст нам абсолютно легкий и дружелюбный способ для создания этих NFT. Нам надо, чтобы можно было создать NFT-картинку, NFT-песню, NFT-видео, и не только создать, но и выставить ее на торги. При этом нам бы хотелось не только выставить NFT на торги, но еще так же, чтобы наши NFT купили. Всем бы нам хотелось стать этакими NFT-криэйторами, которые создают цифровые картинки и получают за это достойную оплату. То есть успешные NFT-платформы должны будут предложить пользователям не только функционал по созданию и по торговле этими NFT, но также функционал социальной сети. Этакий NFT-аккаунт, на котором будет указано, как много вы создали NFT, как много у вас этих NFT купили, чтобы можно было посмотреть, насколько вы хороший творец этих NFT, и как часто у вас эти NFT покупают, и более того, как дорого их потом перепродают. Так как тот, у кого купили NFT за дешево, а потом перепродали за дорого, становится популярным NFT-криэйтором, и последующие его NFT будут расти в цене. То количество NFT, которое вы создали, и то количество NFT, которое у вас потом купили и перепродали за более дорогую цену, будет чем-то подобным количеству лайков или фолловеров в тех социальных сетях, к которым мы уже давно привыкли. Один важный момент, который, как правило, упускают из вида свидетели Тезера и адвентисты 1000X, это где же хранить все эти огромные данные, которые будут прикреплены к NFT. То есть NFT не хранят в себе картинку или музыку, они хранят в себе ссылку на картинку или музыку. А где же хранятся все эти картинки и вся эта музыка? Как правило, на каких-то централизованных серверах. И если на этих централизованных серверах информация с картинками удалится, то NFT перестанет отображать эту информацию. И вот мы приходим к тому, что NFT-тренд в 2022 году не способен быть трендом без тренда на децентрализованное хранение данных. На данный момент повальное большинство NFT-платформ использует для хранения данных IPFS – Interplanetary File System. При этом у IPFS есть ряд недостатков, которые не дают нам стопроцентной уверенности в том, что те картинки или та музычка, которую мы прикрепили к NFT, будут жить вечно. Поэтому в 2022 году стоит уделить внимание тем проектам, которые будут заниматься децентрализованным хранением данных. И при этом не стоит сбрасывать со счетов IPFS, потому что эта система децентрализованного хранения данных точно так же развивается. Более того, то, что данные хранятся не вечно, может быть не только минусом, но и плюсом. Потому что благодаря тому, что какие-то из данных могут пропадать, появляется эволюция данных. Те данные, которые никому не нужны, будут исчезать, а те данные, к которым постоянно обращаются, будут дальше реплицироваться в будущее. И как результат, у нас останутся только те данные, к которым люди действительно обращаются. Посмотрите, какой обалденный закат. Так, о чем это мы там? А, NFT и тренды 2022 года. Еще один тренд 2022 года, это, безусловно, геймификации и метавселенные. В этом году появится огромное количество проектов, все из которых будут характеризоваться тремя разными словами. Например, play to earn, или win to earn, или даже learn to earn. И, конечно, все эти игровые проекты будут тесно связаны с NFT, с созданием этих NFT, с получением этих NFT и с торговлей этими NFT. Самое главное, на что необходимо обратить внимание в геймификации, это то, что сама игра должна быть крутой и интересной. То есть, вам должно хотеться играть в эту игру, даже если бы она была не за деньги. Если вы готовы играть в GameFi проект, даже если там не будет никакого вознаграждения, это хороший GameFi проект. Но если вы готовы играть в этот GameFi проект только ради того, чтобы заработать, такие проекты окажутся чистыми спекуляциями, на которых вы только потеряете свои средства. И логическое продолжение GameFi это, конечно же, метавселенные. И в 2022 году появится много новых метавселенных. О них мы уже говорили в наших предыдущих видео, поэтому мы не будем долго заострять на них внимание. Главное, на что нужно обратить внимание при выборе метавселенной, это количество участников этих метавселенных, а следовательно, на функционал этих метавселенных. Чем больше возможностей предложит вам метавселенная, тем больше в ней будет участников. А чем больше участников в метавселенной, тем ценнее эта метавселенная как для участников, так и для всех остальных. И еще один тренд 2022 года – это, безусловно, ликвидный стейкинг. Мы уже говорили о ликвидном стейкинге в наших предыдущих видео, например, в видео о кнопке «Бабло». Пока Новый год не предвещает появление огромного количества новых проектов, связанных с ликвидным стейкингом, но зато те проекты, которые появились в 2021 году, наконец-то полностью раскроют свои потенциалы. И тут вам стоит обратить свое внимание на такие проекты, как «Персистенс», «УМИ», «Лидо» и «Сайбер». И пока еще не ограненный гем этого выпуска «Fork the System» – конечно же «Омнифликс Нетворк». Третья тестовая сеть уже запущена, а команда разработчиков «Омнифликс» выкатила для тестов «Омнифликс Студио», на которой пользователи уже сейчас могут протестировать полностью функционал, создавать свои коллекции, ментить свои NFT, при этом NFT не только с картинками, но также и с видео, и с музыкой, и более того, выставлять потом эти NFT на торги. И не только за внутреннюю монету тестовой сети «Омнифликс», но также за тестовые монеты из других сетей, например, из тестовой сети «Джуна». То есть третья тестовая сеть «Омнифликс» дает возможность полностью почувствовать функционал будущей основной сети. Более того, всем участникам третьей тестовой сети, которые создадут свои коллекции и заментят свои NFT, после чего выставят их на продажу, обещают небольшое вознаграждение в виде дропа при запуске основной сети. За первые три дня функционирования тестовой сети было создано порядка полутора тысяч коллекций, содержащих более пяти тысяч различных NFT. Я уже успел потестировать «Омнифликс» студию, и скажу вам честно, более крутого функционала я пока еще нигде не видел. И это не на правах рекламы, это просто тестирование «Омнифликс» студии, которое пока находится в тестнете и вообще ничего не стоит. Просто мы предлагаем вам насладиться функционалом по созданию и торговле NFT. Мы так и не сказали вам точную дату, когда же скоманется тезер. Поэтому подписывайтесь на наш новый канал, на котором уже вышло первое видео. А скоро выйдет и второе видео. И вполне возможно, именно во втором видео мы и откроем вам секрет десяти монет, которые стопроцентно дадут вам тысячи иксов, тысячи иксов, тысячи иксов, тысячи иксов. Ну и как обычно, если вам понравилось видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал Фарклок, чтобы не пропустить тот момент, когда биткоин будет по сто, а я пойду поменьшу NFT. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok